Второй год на территории Подмосковья работает глобальная программа по улучшению качества и доступности медицинских услуг. У нас большой спрос на поликлиники. Ежедневно в них обращаются более 200 тысяч человек. Поэтому доступность и качество работы первичного звена у нас в приоритете. Мы строим новые поликлиники и особое внимание уделяем модернизации старых. Запустили проект «Поликлиника-перезагрузка». Это единый стандарт, который позволяет сделать поликлиники более эффективными и ориентировать их на удобство пациентов. Всего в проекте в 2023 году участвуют 100 медучреждений региона. Среди них поликлиника номер один в Одинцове и поликлиника Звенегородского подразделения. Процесс перезагрузки включает в себя не только ремонты, создание навигации, оснащение современным оборудованием, внедрение электронных терминалов, но и такой же важный вопрос, как привлечение кадров, привлечение врачей и среднего медицинского персонала. Новый стандарт затрагивает различные спектры работы амбулаторно-поликлинического звена – регистратуру, кабинеты диагностики и забора крови, отделение профилактики. Это позволяет сократить время ожидания, а результаты исследований жители теперь могут получить в личном кабинете на региональном портале госуслуг. В 2023 году в проекте поликлиника «Перезагрузка» во второй волне тиражирования будут участвовать четыре наших учреждения. Это две взрослых поликлиники на Можайском шоссе, дом 134 – это терапевтическое отделение поликлиники номер один. И на Можайском шоссе, дом 22 – это четвертое терапевтическое отделение, также поликлиники номер один. Ну и детские наши поликлиники на Говорова и детская поликлиника в Звенигороде на Герцена 13. Эти поликлиники уже частично соответствуют предъявляемым критериям. Учитывая особенность зданий, задача максимально модернизировать их согласно современным требованиям. Это касается и набора сотрудников. Кроме того, в Одинцовском округе действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор, приведи друга», которые привлекают новые кадры. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова.